обеда марша если ты как следует осмотришь все в тюрьме то ты точно что нибудь найдешь если тебе нужно будет войти через черный ход постучи и я тебя открою охренеть за какой то брошу сейчас через канализацию обратно идти в тюрьму да я бы скорее шлепнул этого идиота да что ж такое это просто блин смешно я не знаю то ли мотивация хромает главный герой то ли я что то не так понимаю но какого хрен давайте посмотрим что там на верху я не хочу туда возвращаться честно говоря я конечно всех убил но не факт что они не отрисовывались по новой что а вот оно что но я совсем близко но тогда это может быть не так сложно сцены но тогда давайте сходим в расстах близко но по новой а там интересно по новой появился я надеюсь у нас слишком много шумов на канал тут но вроде все довольно тихо прошло здесь можно так выразиться блин что у меня у меня уже на автомате получается нажимать перезарядку да блин защелкивая нам нужно найти как будто кто то что за книга там открыто Что я подобрал? Так Судовой журнал капитана Обида Марша Фамилия, ой, имя, конечно, Обид Все еще на пути в Китай К востоку от Отохейте Другое название Таити Мы наткнулись на остров, которого не было на наших картах Я приказал бросить якорь неподалеку от берега И мы отправились в шлюпку, чтобы пополнить запасы пресной воды и провизии Островитяне не желают менять товары на наше золото, которое, по-видимому, у них в избытке Я спросил, откуда у них золото, надеясь наладить на берегу его добычу и обработку Но в ответ на мой вопрос меня отвезли на небольшой остров неподалеку И показали какие-то каменные руины, очевидно, очень древние Вырезанные из них образы не похожи ни на что из того, что я видел За все свои путешествия Мне сказали, что это город морских богов, которые дают золото, если их попросить Думаю, наследие более развитой цивилизации, исчезнувшей из лица от земли Очевидно, местные туземцы находят золото в руинах Я обстоятельно расспросил старейшин жителей острова о руинах И мне рассказали настолько дикие и невероятные легенды, что я до сих пор нахожусь под впечатлением Возможно, когда все золото будет собрано, а вместе с ним не обеспечено мое будущее Я раскрою местоположение острова, чтобы его тщательно изучили Но сначала он горит жаждой наживой Выменяв большое количество золота в дополнение к свежей воде и продуктам, мы возобновили свое путешествие Я разнестил команде, что об этом острове не стоит никому рассказывать Если слух о нем распространится, сюда обязательно кто-нибудь направится Незадолго до нашего отбытия вождь в Акале, в Алаке Подарил мне набор небольших металлических дисков, которые, очевидно, создали те, кто построил лежавшие в руинах здания Вождь сказал, что при помощи этих дисков и особого заклинания можно призвать морских богов и попросить их о дарах 4 июня 1838 года В очередной раз посетив таинственный остров, мы не нашли никаких следов пребывания людей, с которыми торговали столько лет Их деревни разрушены, от населения не осталось и следа Похоже, их уничтожило какое-то другое племя Команда очень расстроилась из-за того, что мы больше не сможем получать здесь золото Единственный способ – самим обнаружить его источник Тщательные поиски среди руин в течение целого дня ни к чему не привели Однако после этого некоторые члены команды страдали от ночных кошмаров Похоже, это путешествие не принесет никакой прибыли И нам придется вернуться в Инсмот с пустыми руками и карманами Не самый лучший исход дела Город привык на нас полагаться А то золото, что мы привозили из-за моря для осуществления торговли, пропало с окончанием войны 1812 года Что же теперь станет с нашим родным портом и со всеми нами? 18 августа 1938 года Проглядывая коллекцию сувениров и диковинок, которые я собрал в путешествиях по Атлантике, чтобы утешить себя приятными воспоминаниями Я наткнулся на странные металлические диски, которые подарили мне старые волокия и его племя Я уж совсем забыл о них и пройти историю о морских богах, которые дарят золото Но теперь мне не дает покоя одна задумка Не знаю, рассматривать ее как последнюю надежду Инсмота Или признать, что от отчаяния повредился рассудком Ага, примерно понятно, как вся эта зараза тут появилась Неужели я сошел с ума? Привезенное с острова золото было настоящим Возможно и морские боги тоже существуют Моряк на дальних рейсах видит много непонятных вещей и старается ко всему относиться непредвзято После долгих усилий мне все-таки удалось вспомнить заклинание, которым меня научил волокия Сегодня ночью я пойду на ревдьявол и попробую произнести заклятие, использовать диски Возможно, морские боги нас спасут А если этого не произойдет, я признаю поражение и соглашусь на пансион в сумасшедшем доме Позднее той же ночью морские боги существуют, я их видел и говорил с ними У меня в руках немного их золота Уверен, это лишь малая часть того, что мне дадут позже Но цена... Хотя может ли цена быть слишком высока, если на кону твой родной дом Инсмут снова будет процветать 23 июля 46 года Сегодня в Инсмуте день смуты Меня и тех, кто мне верен, бросили за решетку наши благочестивые соседи Они радуются процветанию, которое я вернул в городу Но никак не могут смириться с нужными для этого средствами и моей властью Нужно их проучить Они понятия не имеют, против какой силы выступили Ужасную сделку, которую я заключил, отменить нельзя И заперев меня в тюрьму, они поставили под удар весь город Город, который они хотят спасти от моего влияния Но спасаться уже слишком поздно Как я уверен в том, что с утра будет прилив Также я уверен, что существа с рифа придут в Инсмут Они придут в поисках того, что я не смог им дать и накажут тех, кто в этом повинен Праведники не догадываются о том ужасе, который придет в Инсмут сегодня ночью Будут ужасные разрушения 1946 год запишут в истории города Как год страшной катастрофы Я также позабочусь, чтобы 1846 год стал первым годом новой эпохи Эпохи, в которой мы не будем мириться с любой угрозой нашему делу С этого года я стану тираном И мои потомки будут такими же Но лишь для того, чтобы избежать большего зла Фу, блин, как я задолбался читать уже эти дневники Но теперь мы понимаем, как, собственно, это зло пришло в этот город И хотя у меня уже сплетается язык и Старый корабельный журнал, на котором написано имя Абед Мас Но мы продолжаем И понятно, почему этот дневник лежал тут Потому что его владельцы закрыли тут Крысы, крысы в стенах Я их слышу Ха-ха-ха-ха-ха-ха Такие вкусные Не самая лучшая идея Так, ну что Возможно, эта дата и есть нужное нам число Так Я могу набирать код? Могу Значит, придется искать код Так, сейчас будем думать Какая там дата Знаменательная может быть Так, сюда выжурнал 6 марта Нет, не 6 марта 23 июля 07 1846 Так, ну блин Два, три 7 Так 8, 6 Конечно же не так Да, дело не пойдет Ладно, давайте я сразу чувствую, что я Застрян тут надолго, потому что голова у меня Уж не сильно так соображает После тяжелого сегодняшнего дня Поэтому я прекращу запись И когда решу головоломку, мы продолжим Так, и мы продолжаем Ларчик просто открывается, я думаю Так, давайте-ка И попробуем мою Очередную безумную догадку Так, нужно ввести 1 8 4 6 Да, в этот раз я угадал Ой, какого хрена Ну Ну Ладно Ну Ой, блин, я короче Просто уже перепробовал все возможные комбинации Сначала я мучился с датой И потом подумал А собственно 4 символа есть в году Попробовал эти цифры по-разному И теперь осталось только эта комбинация Поэтому собственно Наверное это брошу Рут Вы ее и увидели Да, Маршин знает, чтоб я не мешал Кого-то точно сдернут Так, а нам надо направляться обратно Продолжайте искать Фу, довольно таки долго я тут проторчал Дверь заперта А, я же сам ее Дверь заперта Да блин Но тем не менее В целом все сложилось довольно таки неплохо Вы как меня увидели, ребята? А ты не услышал, типа, ничего? А, ну ладно А я, а я, кто хофтагн? Замолчи там, а Жуткий тип Так, но я чувствую, я долго ждать так не смогу Мне проще будет сделать вот так Так и бежит Отлично Сохранимся И, собственно, я думаю, мы на конце пройдем этот Довольно неприятный момент, я бы сказал Я еще не закончил с машиной, Джек А я уже закончил Закрывай дверь Дверь закрывай Так, на щеколду И я думаю, надо валить отсюда Потому что это место будет просто корялое с точки зрения Геймдизайна, собственно Вообще невозможно Тупое И меня даже, честно говоря Разочаровало маленько Но, тем не менее Довольно интересный сюжет Все еще двигает меня вперед Тем более, что Игра просто шикарна в некоторых моментах по атмосфере Но, конечно, такие моменты Когда На неочевидных местах застреваешь где-то по полчаса Это Ничего хорошего, я могу сказать Так, ну что-то скоро нет Вот она Спасибо, Джек Если бы я ее потерял, урод бы сердце разбилось Я закончу через пару секунд Подожди Давай, заканчивай Я закончил Залезай назад Я знаю дорогу Назад? А почему бы не вперед, а? Блин, там он сейчас шарашит по нам, по-любому Джек По-моему, в кузове грузовика лежали патроны Нам они нужны Ну, отлично Неужели мы сбежим из этого Забытого Богом места? Сейчас узнаем Это что такое? Это какой-то вокзал Поехали отсюда Держи, Джек Держаться за что? Кто ж так отзвучивает, идиоты А вот так Меня никто не убьет, интересно Всегда готов Давай быстрее. Господи, Брай, за дорогой следи. Плохо дело. Поехали к чертям отсюда. Где там кто? Блин, попал же в переделку, а? Давай-давай, противень. Блин, да стреляй, елка. Мне хана, мне хана. Давай быстрее лечись. Так, ну давай быстрее. Ну давай! Опасно, опасно, едем. Неужто мы выбрались? Сосунки! Эй. Эй. Тихо, спокойно. Блин, чё ж меня так переглючило-то? Блин, братюнь, ты только доедет нормально, а? Блин, да откуда меня садят? Блин, да? Блин, добрый раз. А вот же ты. Что я с грузовиком могу сделать? А у него кузов что ли в баллоне? Вот, отлично. Блин, ну конечно коряво все это сделал, но тем не менее мы убегаем из долбанного Уинсмута. Жертва убегает. Это вы жертва, пока у меня есть оружие. Давай-давай, братья, не уезжай. Во! Ну не хрена так распадать. Да шо вы, херня, давай. Вылезай. Старый завод консервов тут за углом. Скорее. Но там помно головореза Фортина. Найди рот. Я встречу тебя с другой стороны. А мы увидим все насрать. Я не знаю, я не понимаю мотивацию, блин. Камикадзе какие-то. Вот, найди ему рот и все, и не волнуйте его. Идиоты. Так, что у нас там с патронами? Все что ли? Так. Патронов таких мало. Для ружья тоже не очень много. Зато целый рожок для Томпсона. Жаль, что у нас нет Томпсона. О, револьвер. Тоже хорошо. Да падай, падай. Блин, ну перестрелки, конечно. Не самая сильная сторона этой игры. Че, мне так от них расстреливаться, что ли? Я не знаю. Блин, и хрен, куда спрячешься? Не дайте им уйти. Да что ж такое, да? Че, на ружье патронов нет, что ли? Да блин, ну кончитесь. Нет вообще. Ребята, это несерьезно. Вот так вот. А, да уж, я не могу сказать, что это было круто. Ага, блин. Но тем не менее, прошли и ладно. Забудем про это место, как про Каштары. Кошмарный сон. У меня уже язык заплетается от усталости. Пора заканчивать, по-моему. Но сначала мы найдем точку сохранения. Так, я надеюсь, я правильно иду. Аптечка, это хорошо. Тем более, там у меня, по-моему, со здоровьем. Да, у меня там царапины на груди. Еще одна аптечка не помешает. Давайте мы ее используем. Все прекрасно. Ну а пистолет, это, по-моему, просто смешно. Втушку врага надо. Я не знаю, сколько там патронов сразу садить. Чтоб был какой-то результат. Так, а что, все, я сюда только за птичкой ходил. А, ну вот. Тихо, 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 тихо. Раз, два, три. Ну-ка, попробуем обойти. Хедшоты, интересно, работают, нет? Так, и, собственно, двигаемся отсюда. Куда-нибудь вот сюда. Я надеюсь, я в правильную сторону иду. Ну, что-то, судя по всему, нет. Потому что... Или да. Это еще что такое? Этого мне точно не надо. Ой, 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 ой. Блин, ну что мне? Остается. О, ой. О, ой. смотри какой пуль непробиваем но мне похоже опять хана что так хорошо неужели я обойдусь малой кровью ой блин а я не могу сказать что когда ли оружие стало намного о о вот он да это хорошо но в целом не могу сказать что игра стала намного интересней в тот момент когда мне стало доступно оружие просто прятаться по крайней мере было забавнее чем любоваться на корявую боевую систему с не просчитываем какими-то хит боксами то есть неважно куда попадаешь в голову в ногу результат один не очень хорошо и как то блин все стало так коряло будем надеяться скоро мы таки выберемся из города и коряло перестрелки идут в прошлое потому что они честно говоря мне не нравится так здесь надо разбить стекло видимо сохранение давайте хранимся и приступлю в следующий раз со свежими силами потому что честно говоря есть усталый поэтому что плютка но суть в том что в принципе мне понравилось конечно комментируйте ставьте пальцы вверх с вами был артур всего хорошего